Зал городского дома культуры Геленджика заполнен до отказа. Учителя, врачи, представители бизнеса, общественных организаций, квартальных комитетов. Всего более 600 человек. Председатель ЗСК Владимир Бикетов подвел итоги работы депутатского корпуса за 5 лет. Доклад содержательный и полный. Экономика, здравоохранение, образование, поддержка сельского хозяйства и бизнеса. Ключевые темы в цифрах и фактах. Как отметил спикер Кубанского парламента, за 5 лет в экономику края вложено около 3 триллионов рублей. Это позволило обновить технологию, увеличить количество новых предприятий и дополнительно создать свыше 18 тысяч рабочих мест. Но в приоритете всегда оставалась социальная сфера. Здесь расходы за последние 5 лет увеличились в полтора раза. В прошлом году 72% всех расходов бюджета, или 146 миллиардов рублей, было направлено на социально-культурную отрасль. Это дало возможность выполнить все социальные обязательства перед населением, а также обеспечить финансирование всех социальных и партийных программ. В настоящее время Единая Россия и на Кубани реализуются 29 партийных проектов и 26 социальных программ. Решаются кадровые вопросы в здравоохранении и образовании. Благодаря помощи государства высоких результатов достигли и агрария региона. Сегодня для владельцев ЛПХ и КФХ существует 15 видов господдержки на общую сумму более 900 миллионов рублей. Вопросы газификации и водоснабжения тоже в числе первоочередных. Работа по всем этим направлениям продолжится и в новом созыве, подчеркнул Владимир Бикетов. Ведь главной ценностью для партии являются люди. Они оценивают работу депутатов. За этот период большая работа по улучшению материально-технической базы нашего образования. Также очень приятно, что большое внимание уделяется людям, педагогам. Потому что человек сегодня в век технологий все равно остается главным. И именно от того, какое отношение к работникам, я думаю, от этого зависит в том числе и качество образования. За последние годы у нас, в том числе и в округе, сделано очень многое. Построено два новых детских сада. Достраиваем еще один новый детский сад. Ремонтируются, реконструируются фельдшерские, акушерские пункты, дома культуры. Люди все это видят. Улучшается инженерная инфраструктура. Строятся водозаборные сооружения, канализационные сети. И, конечно же, это отражается на качестве жизни. За пять лет многое удалось сделать, но еще больше предстоит. Все вопросы и обращения жителей берутся на контроль или решаются на месте. Мне приятно слышать, что они считают работу законодательного собрания открытой, доступной. Всегда была у них возможность общаться с депутатами законодательного собрания. Я вижу и в оценке выступления о том, что многие задачи, которые стояли перед законодательным собранием, нам удалось решить. Но есть серьезные вопросы, на которых нужно будет сосредоточиться вновь к избранным депутатам. Встречи депутатов с избирателями пройдут во всех муниципалитетах края. Народные избранники уже посетили 27 городов и районов. Завершат отчеты на следующей неделе. А 12 июля на заключительной сессии пятого созыва ЗСК депутаты подведут итоги своей работы. Елена Касабова, Евгений Берестев, Кубань-24, Геленджик.